Когда дети учатся за рубежом, у родителей часто есть всего лишь одна возможность с ним пообщаться, это используя интернет. Вот и сегодня мы делаем передачу «Используя интернет». Сегодня мы пообщаемся с тремя замечательными девочками, которые учатся в школе Квинн Эдельбурга в Великобритании, и их замечательная мама Лауры Левицкой. Лиза, Арина и Нелли Левицкие уже несколько лет учатся в английской школе Квинн Эдельбурга. Туда девушки уехали в возрасте от 10 до 12 лет. За время успешной учебы они стали одними из лучших учеников своей школы и лауреатами школьных премий. Большая заслуга в этом их мамы одесситки Лауры Левицкой, которая не испугалась в свое время отправить сразу трое дочерей за границу. Квинн Эдельбурга колледж – престижное частное учебное заведение, которое находится на северо-западе от города Йорк. Известно своим высоким уровнем преподавания, а также комфортными условиями для обучения и проживания учеников. Лаура, девочки, здравствуйте! Вы знаете, современные технологии дошли до того, что ты можешь взять интервью уже на расстоянии через скайп. Очень рада вас видеть! На самом деле, честно, с удовольствием были бы у вас, но настоящие реалии заставляют нас уходить полностью в виртуальный мир. Но, слава богу, что на сегодняшний день действительно технический прогресс нам позволяет общаться в любом виде, в любом состоянии, из любых точек мира, ну или как минимум нашей страны. И, наконец, мы можем поговорить с вашими девочками-красавицами, которые, вот, смотрю, все уже сидят и уже готовы и улыбаются отвечать на вопросы, на самые-самые каверзные вопросы. Кто у нас самый-самый смелый из девчонок? Кто у нас самый смелый? Я. О, отлично! А скажи, пожалуйста, Лизочка, почему вы начали говорить на английском языке с английскими учениками и практически не общались на территории школы с нашими русскоязычными и бывшего, так сказать, Советского Союза учениками? Мы решили говорить на английском языке с нашими сестрами и с нашими друзьями для того, чтобы лучше узнать культуру, в которую мы приехали, так как мы посчитали, что русский язык достаточно ограничивает общение с людьми, живущими, проживающими в стране, в которой мы приехали учиться. И также это может рассматриваться достаточно грубо, общение на иностранном языке в присутствии англичан, так что мы решили из солидарности, а также из своих персональных интересов общаться на английском. Лаурочка, а было тяжело отпустить сразу, одновременно в английскую школу-пансион трех дочерей? Одновременно. Как это сложно было и как вы проживали этот путь? И главное, почему вы это сделали? Ксюнечка, ну, честно говоря, это было не сложно. Не сложно было почему? Потому что, ну, на самом-то деле уже давно не секрет, да, наша как бы вообще в целом история о том, что мы очень долго к этому готовились. И, собственно говоря, с момента рождения Лизы, вот нашей старшей дочери, мы знали, что когда ей исполнится 12 лет, она уедет учиться в Англию, и последующие родящиеся близко по возрасту наши дети, мальчики или девочки, мы не знали, кто это будет, уедут вместе с ней. То есть, соответственно, 12 лет ее жизни рядом с нами, и, соответственно, соответствующий возраст следующих наших детей, ну, дочек Ариши, Нелли, живущих в тот же момент в семье, мы 12 лет знали, что они все уедут. Поэтому это же не было таким для нас неприятным сюрпризом или каким-то резким решением. То есть это все было выверено, продумано, просчитано, насколько возможно в нашей действительности просчитывать наперед. Вот. То есть психологически мы были к этому готовы. И, в общем-то, для нас их отъезд не был психологически таким тяжелым. Вот. Плюс ко всему, забегая, наверное, чуть-чуть вперед, потому что понимая, что ты бы задала бы этот вопрос, я хочу сказать то, что после отъезда девочек мы стали значительно больше с ними общаться, чем когда они жили в Одессе. Потому что я думаю, что это происходит во всех семьях, где родители работают. Дети, они, да, они воспитываются, да, они учатся, у них всегда много учебы, много хобби, много спорта, танцев и других развлечений. При этом родители тотально находятся на работе, и семья вроде бы живет вместе, но по сути, как такового общения вместе его нет. И это происходит во всех семьях. И как раз наоборот, когда дети уезжают, вы больше испытываете потребности общаться. В общем-то, особенно первый год вы практически ежедневно на связи. Потом, конечно, дети начинают взрослеть, и подростковый возраст начинается, и они не выходят каждый день с вами на связь. Но, опять-таки, вот в этом случае как раз очень выгодно отправлять двоих, троих одновременно, потому что если, предположим, один ребенок день-два не выходит на связь, то как минимум двое других по очереди выходит. Потом они меняются местами, и получается, что, в принципе, семь дней в неделю вы с ними на связи, но не обязательно со всеми. Но у вас все равно есть информация, у вас есть какая-то связь, и она значительно, значительно эта связь сильнее, чем когда вы живете в одном доме, ежедневно видитесь, но спеша, каждый по своим делам, каждый в своем графике и режиме. И, в общем-то, даже сама теплота общения значительно с высшим градусом, когда вы находитесь на расстоянии. Хотя раньше я бы в это не поверила. Если бы мне кто-то об этом рассказывал, я бы в это не верила, но сейчас я говорю то, что происходит. То есть близость между детьми, которых ты отправляешь учиться за рубеж, еще больше возрастает, когда вы поддерживаете ее связь больше электронными, там, через телефон, звоните друг другу, мессенджеры и так далее, да? Да, получается, что да. Да, когда родители отправляют детей, у них не было столько технической поддержки современной, но сейчас, опять-таки, с количеством мессенджеров и средств связи это все несложно. Понятно, спасибо большое. Аришенька, скажи, пожалуйста, какое было самое-самое сложное правило в школе, на территории школы, когда ты приехала? Ответь на этот вопрос. Ну, наверное, что нас разделяли по годам. То есть, ну, например, седьмой класс не мог так много проводить время с восьмым классом или с седьмым классом. И персонально для меня я достаточно была привязана к своим сестрам, и для меня это немножко было тяжело, что я не могу каждый день, например, ходить к ним в комнату, там проводить время, что я могла только видеться с ними, например, в обеденное время, в вечернее время, ну, и все. Британские школы – известный во всем мире бренд. Чем же привлекают местные учебные заведения родители из разных стран? Прежде всего, английские школы – это безупречное качество преподавания. Это обеспечивают преподаватели, которые являются не просто педагогами, а специалистами и практиками в разных отраслях. Химию преподают химики, музыку – композиторы. А физическую форму ученикам подтягивают профессиональные спортсмены. К профильным знаниям они прибавляют и педагогическую основу, которая заключается в индивидуальном подходе к каждому ребенку. Причем взаимодействие учителей и учеников не заканчивается со звонком с последнего урока. Педагоги интересуются внеклассной жизнью детей, проводят с ними много времени. Они думают и о приобретении воспитанниками важных социальных навыков. Наряду с обычными уроками в школах проводятся занятия дискуссии, практикуется групповая работа над проектами. И в целом главный принцип образования в Великобритании – это всестороннее развитие молодого человека. Это возможно благодаря многочисленным секциям, кружкам, клубам по интересам, творческим лабораториям и студиям. Цель этого – сделать образование действительно интересным, когда ребенка не нужно дополнительно мотивировать. Ведь в частных пансионах Великобритании детей учат быть самостоятельными, ответственными, мыслить критически и вместе с тем адекватно воспринимать критику. Девочки, правда ли, что вы отличница в школе, что вы учитесь гораздо лучше, чем многие британские ученики? Скажите, пожалуйста, почему у вас так получилось и правда ли это? Ну, это точно правда. Мы одни, не одни, мы самые лучшие в нашей школе. Вообще по всем частям, кроме спортивной. И честно, я не знаю, как это получилось. Мы всегда нас отрастили так, что мы много учились, всегда были отличницами и в Одесской школе, когда мы тут жили, и в Англии. И это как-то в нашей крови учиться и достигать самого лучшего, и просто быть лучшими. Но вы теперь уже и умеете даже зарабатывать деньги. Расскажите об этом больше. Мы начали зарабатывать деньги достаточно интересным способом. Я помню, что это все началось споро с моим папой, потому что у нас была дискуссия по поводу того, насколько стоит пытаться получить профессию в определенном возрасте, не имея никаких физических навыков. И таким образом родилась идея преподавания. И таким образом мы решили, что передача наших знаний – это будет наш подход к нефизической работе. Достаточно интересно все началось, опять же, используя сегодняшнюю технологию. Так как я опубликовала пост в Инстаграме, я очень сильно верю в социальные сети и очень часто их использую. И таким образом появился первый клиент, с которым я начала заниматься. А дальше это уже из Уст-Бурска. Дальше сарафанное радио. А дальше уже из Одессы даже перешли на Киев. Лаурочка, скажите, пожалуйста, у каждой из ваших дочерей есть какая-то специализация в преподавании, в предметах на английском языке? Или все могут преподавать все? На самом деле, на самом деле, они действительно готовы, каждая из них, преподавать любой предмет. Но если говорить еще и об удовольствии, не только о чистом зарабатывании денег, да, и просто на самом-то деле наше зарабатывание денег – это, в общем-то, это как бы коммерция, да, то есть мы продаем то, что у нас есть. У нас есть знания, и мы их просто перепродаем. В связи с тем, что все четверо, ну, будем говорить о троих пока что, да, все трое, ну, действительно, очень много учились и очень много покупали часов, которые они сейчас же и перепродают, они готовы преподавать каждое все предметы. Но все-таки они не роботы, да, и у каждой из них есть предпочтение. Лиза, она более гуманитарный, такой у нас человек с гуманитарной направленностью, и, конечно, ей больше удовольствия приносит преподавать в чистом виде английский язык, французский язык, немецкий язык. И предметы, ну, можно говорить, такие литературу, историю, хотя любит и биологию, да, как естественную науку. А Риша, она у нас очень такая техническая, девушка очень подкованная. Вот, и опции, ее опции, это математика, высшая математика, химия, биология, физика, компьютер-сайенс, поэтому она больше берет учеников, да, которым необходимо именно эти предметы преподавать. Но, опять-таки, все между собой взаимозаменяемые, и поэтому на самом-то деле, даже если нужно друг друга подстраховать в связи с какими-то отъездами, с какими-то другими их видами действенности, они всегда готовы друг друга подстраховать. И вот с этого года уже и Нелли начала тоже работать, несмотря на то, что вот она у нас младшая из троих англичан, вот, но она пока что пошла именно по языку, то есть она пока преподает именно английский язык. Вот, в связи с тем, что она дома еле-еле говорит на русском, вот, и она очень переживала из-за этого интервью, потому что она говорит, мама, ну, я не всегда могу высказать все свои мысли на хорошем русском языке, мне проще переходить на английский, вот, поэтому она пока что вот в английском и остается как преподаватель, ну, на сегодняшний день. Нелечка, скажи, пожалуйста, вот кем ты планируешь быть, когда вырастишь? То же самое касается каждой из девочек, если можно по очереди. Скажите, кем вы хотите быть и в какой университет поступать, какую профессию для себя рассматриваете сейчас? Интересно. Я не знаю еще, вот, какую я профессию хочу иметь в будущем, что я именно хочу делать, но мне очень нравится психология, как предмет, и вообще, ну, это для меня очень интересно, поэтому я собираюсь на свои A-левелы и в университете учить психологию, и поскольку мы лучшие, я собираюсь идти в... И скромные. Очень скромные. В лучшие университеты или в Америке, потому что там очень продвинута тема психологии в Ivy League университетах, или в Кембридж, в Англии, потому что там это тоже хорошие преподаватели по этому предмету. Для меня достаточно тяжело выбрать профессию, которая бы мне была интересна, так как я пытаюсь везде показать самый лучший результат, поэтому я изначально не знаю, какие предметы мне больше нравятся. Ну, наверное, все-таки у меня легче идут более технологические... Технические. Технические науки, то есть, ну, как химия, биология, физика, математика, поэтому я собираюсь их, наверное, брать на A-левел, ну, и потом посмотрим, куда мы сможем поступить и посмотрим, какой курс лучше, ну, для меня будет, но я пока что еще не очень уверена. Ну, с Аришей немного сложно, потому что она самая коммерческая в нашей семье, и поэтому для нее очень важен ее выбор, чтобы он совпал с возможностями в будущем действительно достойную оплату иметь за свой труд, ну, и при этом, понятно, хочется, конечно, и удовольствие получать, но у нее все через деньги, то есть она начнет все равно с денег, а не с удовольствия. А вот кто у нас больше всего на удовольствие, ну, как бы вот для кого важнее всего его эмоциональное состояние в работе, это получение и денег, и удовольствия, это Лиза. Вот поэтому, наверное, вот она сейчас и растажит про себя. Я чаще всего предпочитаю делать то, что мне нравится, а не то, что мне может принести деньги. Я считаю, что теоретически, если есть потенциал и если есть характер у человека, который может показать интерес и влечение к определенной специальности, то деньги придут сами, это очень второстепенно для меня. Поэтому я считаю, что я пойду по направлению в лингвистику и иностранные языки, так как я люблю изучать языки чисто ради своего хобби. И для меня знание языка очень многозначимое. Я считаю, что это показывает человека и его заинтересованность в окружающей среде. И себя я рассматриваю как человек мира, поэтому для меня очень важно коммуникация с людьми любой национальности. Я надеюсь подать свои документы в университет Кэмпиджа или Тюрема и Сент-Эндрус, как мои первоначальные опции. И посмотрим, что получится. Но я уверена, что меня ожидает хороший позитивный результат. Молодцы. Девчонки, тоже каждый вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, чем отличаются украинские учителя от английских учителей? Тоже мнение каждой, если можно. Мне кажется, английские учителя, они больше... they will be there for you more. То есть они там как бы всегда тебе помочь индивидуально. Готово. Когда украинские учителя, они наоборот, они преподают классу и они всем преподают одинаково. Даже если ты потом подойдешь один на один и попросишь какую-то помощь, то они тебе скажут то же самое, что они говорили 20 минут назад всему классу. Когда в Англии учителя, у них подход... Индивидуальный подход. У них индивидуальный подход к каждому человеку, к каждому ребенку. И если один способ не сработал, то у них есть еще 10 других, которые могут помочь этому ребенку. Интересно. Мне кажется, что в основном все учителя в Англии, они очень сильно выкладываются в свою работу и очень сильно пытаются помочь детям. Ну вот как Нелли сказала, они не будут сдаваться и не будут на ребенке ставить крест, даже если они, например, 10 раз объяснили тему и ребенок все равно ее не понимает. То есть они найдут... Они свое свободное время готовы уделить ребенку, то есть время, которое они, например, могли обедать, они будут с тобой сидеть и индивидуально с тобой заниматься абсолютно бесплатно. То есть они очень в этом плане... Ну, они такие... Открытые, да, и готовы всегда помочь. Я всегда хорошо контактировала с учителями в Украине и в Англии. И поэтому я считаю, что учителя как таковы свою профессию выполняют хорошо и здесь, и там. Возможно, даже одинаково хорошо. Единственное, что лимитирует украинских учителей, это то, что интересованности учеников нет. И за счет этого они не видят инициативу вкладываться больше, чем они могут. В Англии учителя пытаются развить интерес, а в Украине учителя думают, что он уже есть или его нет. И таким образом они меняют свой подход к классу и к каждому ученику как индивидуальности. И я считаю, что единственное отличие это то, что английские учителя они развивают интерес и замечают талант, помогают двигать его вперед, в то время как украинские учителя довольствуются тем, что они видят, не пытаясь пройти еще на шаг вперед с учениками. Интересно. Спасибо большое. Мне кажется, многим интересно будет послушать учителям, в том числе из Украины, для того, чтобы понять мнение детей, которые учатся там. У нас, вы знаете, есть такая вот интересная рубрика. Мы каждому гостю в нашей передаче задаем три вопроса. Как вы думаете, какие будут профессии будущего? Три основные профессии будущего. Мы, наверное, сейчас скажем не только свое мнение. Почему? Потому что в связи с тем, что Лиза переходит уже в финальный тринадцатый класс в школе. И, собственно говоря, в октябре она уже подает в конце октября свои документы аппликейшн делает для университетов. Поэтому, конечно, весь прошлый год мы, конечно, судорожно все гуглили, читали все статьи всех специалистов. Ну, в основном, конечно, мы читали статьи на английском языке, американские статьи, английские статьи. Ну, и, конечно, наш запрос был это профессии будущего или профессии 2030 в 2030 году. Поэтому, конечно, уже у нас в голове возможно это не только наше собственное мнение, а это уже мнение, которое базируется и основывается на всем ранее прочитанном. Где большие как бы пробелы в общем-то по всему миру, да? принято вообще считать, да, что сейчас, наверное, самая популярная профессия, которая и будет в будущем той же самой популярной профессией, это профессии в области IT. IT, IT-технологии, программирования и так далее. Конечно, в этом есть правда и понятно, что весь мир как бы идет к большей технологичности и действительно IT-специалисты, они будут всегда, в общем-то, наверное, в почете и в уважении, но не в такой уже популярности, как они были в предыдущее десятилетие, потому что, в общем-то, во всех статьях пишется о том, что уже ребенок, он до того, как начинает говорить, умеет использовать гаджеты, умеет что-то в них придумывать, да, даже чуть ли не какое-то детское легкое программирование, да, поэтому все-таки IT-специалистов уже слишком много и дальше их будет все больше и только единицы, в общем-то, станут вот реальными мировыми звездами, да, остальные IT-специалисты, они, да, они будут просто в обслуживании, они будут приносить сервис, который необходим каждому из нас, но, в общем-то, это будет достаточно обыденно и, конечно, ну, больших денег в этой профессии уже не будет, да, ну, то есть деньги будут крутиться, но они будут для единиц, для реально мировых звезд, которых будет 10 на весь мир, 20, но не сотни тысяч, хотя IT-специалистов будет сотни тысяч, поэтому IT, я думаю, что потихоньку все-таки будет уходить в сторону. Сейчас все наше человечество, да, весь мир, и особенно после сегодняшней ситуации с COVID-19 и до этой ситуации, в общем-то, борются за что? За вечную жизнь, за бессмертие, борются за молодость, все хотят 80 лет выглядеть, как они выглядели, 18, и, в общем-то, каждый человек имеет право иметь такое желание, причем это и мужчины, и женщины, и для этого нужны новые технологии, и эти новые технологии, конечно, кто их должен разрабатывать, скорее всего, это химики, биологи, биохимики, биоинженеры, биотехнологи, поэтому многие сайты, многие статьи посвящены именно тому, что вот эти профессии, это профессии будущего, биоинженерия, биохимия и так далее, но параллельно с этим очень важны профессии, которые связаны все-таки с коммуникациями, потому что в связи с тем, что целое поколение ушло в онлайн, причем в онлайн даже не такой, как у нас с вами, это все-таки живой диалог, мы говорим своим языком, мы не просто друг другу что-то печатаем бездушно, безэмоционально и так далее, и это стало сейчас проблемой, что люди перестали живьем общаться, они перестали набирать друг другу номер телефона и говорить голосом, а они пишут, и очень многие специалисты говорят о том, что это приведет к проблеме, поэтому нужны специалисты в области коммуникации, вот к этому и нужны, собственно говоря, языки, способность разговаривать, способность писать, и поэтому в общем-то это вторая действительно такая большая область, которая будет развиваться, которая какое-то время в общем-то была немного забыта, но опять-таки в связи с грядущими проблемами человеческими, в связи с отсутствием нормального живого общения, когда эта проблема действительно станет уже такой, скажем так, неподъемной, вот в этот момент опять-таки возродятся все профессии связанные с языками, с разговором, с коммуникацией и так далее. И опять-таки тут я уже обращусь к Нелле, к ее интересу к психологии, психология и сейчас интересна, потому что как-то вот видите людей интересует и как правильно воспитывать детей, то есть психология подростков, психология семейной жизни, психология ведения бизнеса, манипуляции в переговорах и так далее, это в общем-то все решают современные психологи и коучи. И опять-таки в связи с теми проблемами, о которых я только что говорила, которые грядут в связи с отсутствием нормального человеческого общения, естественно, они повлекут еще большую заинтересованность в общем-то психологии, которая в свою очередь должна, конечно, тоже развиваться как наука, потому что уже советы психологов предыдущих поколений они не работают ни в воспитании детей, ни в ведении бизнеса и бизнес-переговоров, ни в семейной жизни, потому что они слишком мягкие, они слишком гуманные, и в общем-то всегда отзеркаливая своего партнера, своего ребенка, своего семейного партнера, не всегда ты можешь добиться успеха, все время гладя по шерсти и все время только в похвалах. Поэтому я думаю, что это направление будет естественно трансформироваться, но в общем-то за этим стоит будущее тоже. Ну и, конечно, никуда мы не денемся от медицины. Опять-таки ситуация с COVID-19 по всему миру показала то, что в общем-то мир, планета не готова быстро и качественно бороться с такого рода проблемами. Поэтому в общем-то это медицина, это вирусология, это биоинженерия, биохимия, если в этом направлении смотреть, ну и вот все, что касается в общем-то человеческой души и коммуникации между людьми, вот за этим будущее. И еще один момент, будет возвращаться популярность просто нормальных, качественных, профессиональных преподавателей. потому что был долгий период, когда образованием очень мало занимались. Как на территории в целом СНГ, так в общем-то как бы по старинке преподавали где-то и за границей. Поэтому там тоже нужно новое веяние и в общем-то поэтому роль преподавателей будет расти. Спасибо большое, очень интересно. И финальный вопрос, если можно каждый из вас, скажите, пожалуйста, какое вы считаете качество человека одно, которое необходимо развивать в себе, чтобы стать человеком будущего. То есть это качество вероятнее всего потребуется в будущем. Вот одно, каждый. Мне кажется, это умение разговаривать и общаться с разными людьми. Like communication. То есть уметь говорить и с разными возрастами, старше тебя, младше тебя, уметь общаться с людьми с разными интересами, разными амбициями из разных стран и так далее. Мне кажется, то, что вот это такая большая вещь, которую лично я очень научилась. Этому пока я учусь в Англии, мне кажется, вот это умение общаться с людьми. Коммуникативные способности и слышать их. Общаться с людьми не такими, как я, не из такой background, как я. Вот это большая вещь, которую я научилась пока учусь и буду учиться в Queen Nathalberg и мне кажется, это то, что очень стоит в себе развивать. Мне кажется, что целеустремленность всегда была в моде и будет продолжать быть в моде и это что-то, что нужно в себе развивать, потому что если ты не поставишь свои приоритеты и не поставишь себе цель, которую ты хочешь добиться, то у тебя ничего не получится, потому что ты не видишь финального результата. Я думаю, что возможно восприимчивость людей, то есть толерантность, потому что находясь в Англии я поняла, что существует очень много разных людей как расы, так и своей сексуальной ориентации и толерантность это основное и желание понять человека это основное и переступить свои первоначальные идеи, быть готовым поменять направление своей мысли, это я считаю очень-очень важно для людей будущего, так как все люди разные. Принятие, принятие людей, которые живут в нашей действительности, пока что я живу здесь, с большой надеждой на то, что на старости лет мои дети меня куда-то заберут, но опять-таки живя в нашей действительности, для меня конечно самые важные качества это чистолюбие, это лидерство, это амбиция, в общем-то для меня просто это составляющие какого-то одного качества, ну и честно, это здоровая манипуляция, где-то сделать вид, что ты разделяешь и принимаешь игру других людей, но при этом не забывать о своих целях и конечно продавливать все равно свою тему, вот. Классно. Это даже, наверное, если это все в общем-то объединить, это современный вид адаптативности такой, в общем-то. Спасибо большое, мои дорогие, было очень, правда, с вами приятно пообщаться, особенно Лаурочка с вами и с девчонками, которых мы так давно уже не видели. Спасибо большое, я желаю вам быть настоящей, добиться всего, чего вы хотите. У вас просто все для этого есть, вы просто выберите то, чем вы хотите заниматься, кем быть, и у вас все, считайте, уже сложилось. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что вы нас всегда поддерживаете во всех наших направлениях, приглашаете, мы всегда с радостью. И спасибо этой ситуации с карантином, потому что она нам помогла всем собраться вместе и действительно сделать возможным наш сегодняшний диалог и наше сегодняшнее интервью, потому что обычно, к сожалению, мы не можем никогда собраться вместе. Иногда интересно послушать и подростков, которые учатся в зарубежных школах-пансионах, потому что они могут рассказать много интересных, в том числе дать советы украинским учителям. Меня зовут Оксана Чмыхала, смотрите нас, чтобы знать и достигать большего.